С раннего утра сегодня улица Елецкая в Рашиловском районе Волгограда стала пешеходной зоной. На ней, прилегающей к ней транспортных артериях, полностью перекрыто движение для автомобилей из-за запланированного по Елецкой входа к Казанскому собору, где выставлены дары волхвов, одна из самых знаменитых православных святынь. Однако возникшие трудности с передвижением находили понимание у волгоградцев. Все правильно сделано. А сами пойдете? А как же? Да мы здесь живем, а попозже пойдем. Там шести часов будут пропускать, а мы попозже, часиков, девять подойдем. Ну это же временное явление. Хотя до начала хода Казанскому собору оставалось еще несколько часов, окрестности храма уже были наводнены стражами порядка и спасателями, которые около полудня приступили к установке теплых палаток и полевых кухонь для приготовления каши и горячего чая. Правда, с туалетами организаторы не рассчитали. Основная часть кабинок была подвезена лишь к обеду. Между тем, в Волгоград приехало много паломников из районов города и области, а также других регионов. Они еще с ночи заняли очередь на поклонение дарам волхвов. Кто перешел в 30-е ночи, кто еще раньше. Ну я-то рядышком живу, в доме, я туда-сюда хожу. Тоже рано стоим. Мы еще вчера приезжали сюда. А как вы грелись, где ночевали? Я не ночевала, я заняла, потом поехала домой. И вот потом и рано приехала, опять просто стоим. Негде. Ну вот фугасен, пожалуйста, и грейтесь. Так что, ну, пройдем. Ну все, на улице, чтобы нас не видно, что мы как сосульки ждали. Вам надо просто-напросто... Я не знаю, доехать. Нет, помадки. Горячая помада нет. А вы долго вообще стоите? Часа три, да, ты стояла? Да, часа два, половина где-то, да. А мы по звонку уже бегаем, меняемся. Да, да. Греемся. А какая у вас отчередь по номеру? 3329. Даже если пусть 3000, разве пройдут? Три часа навряд ли. Очередь к металлоискателям, через которую верующие должны проходить по дороге к храму, росла на глазах. На 13.30 записывали уже четырехтысячных. Причем некоторые прихожане, как в старые советские времена, рисовали номер ручкой прямо на запястье. Люди терпеливо стояли на морозе, рассчитывая согреваться домашними припасами. И не забывали проявлять бдительность. В это время в палатке спасателей к работе готовились волонтеры. Мы пока сами не знаем, кто кому чего говорили. Кто будет возле палатка стоять и раздавать чай, там обогревать, ну а нам пока не сказали. Некоторые горожане, спеша занять очередь, переживали, что православная святыня пробудет в Волгограде слишком мало времени. Хотелось бы, чтобы дары волков побольше бы у нас задержались в городе? Ну, конечно, хотим, если мы не попадем. Конечно, конечно, хотелось бы. И детей всех нужно обязательно, чтобы приложились, обязательно. Сегодня физически не смогут. Люди с районов приезжают, чтобы только, ну как это такое, у нас миллионный город. Хоть бы ночь оставили-то. Конечно. Напомним, поклониться дарам волков можно будет сегодня с 18 часов до полуночи и завтра, 4 февраля, с 6 утра, также до 24 часов.